Пятилетку за три года. На Благовещенском судостроительном заводе заложили первый блок малого гидрографического судна. Хозяева есть, но толку мало. Ученицу 27-й школы покусали беспризорные собаки. Хочешь – носи, а хочешь – съешь. Благовещенка мастерит необычные подарки ко Дню защитника Отечества. В эфире новости информационного агентства «Город» в студии Кристина Добровольская. Здравствуйте. Начнем выпуск с трагического сообщения. Сегодня утром на трассе Свободный Благовещенск произошло ДТП, в котором погиб мэр Шимановска Николай Донцов. Он ехал в областную столицу, чтобы принять участие в Совете муниципальных образований. В результате члены ассоциации начали свою встречу с минуты молчания. После собравшиеся приступили к работе. Одно из тем совещание стал довыбор членов Совета. После вступления Александра Козлова в должность губернатора Амурской области Благовещенского ассоциации представлял только Владимир Кобелев, председатель городской думы. Но и он недавно перешел на работу в правительство. Дело в том, что нужно не только губернатора выводить из состава Совета управления, а еще и Владимира Александровича Кобелева, потому что теперь они занимают государственные должности, а по статусу там должны быть только муниципальные служащие. Поэтому будет предложена кандидатура мэра Благовещенского Валентина Сергеевна Калиты. Я думаю, что управление поддержит эту кандидатуру. Проголосовать за кандидатуру Валентины Калиты состава управления предстоит в рамках общего собрания. Его планируют провести в день местного самоуправления 21 апреля этого года. На судостроительном заводе в Благовещенске родился Александр Рогутский. Так назвали самый большой и важный заказ от Министерства обороны, которым уже почти год занимается предприятие. Сегодня заказчики смогли оценить часть сделанного. На закладке первого блока судна побывала и наша съемочная группа. Еще никогда в Благовещенске появление младенца на свет не отмечали сотни людей и духовой оркестр. Но этот новорожденный особенный. Вместо роддома ангар судостроительного завода. Родители почти тысячи работников предприятия. Чадо в высоту более пяти метров, а имя чрезвычайно славное. В честь контр-адмирала Александра Рогутского, участника Великой Отечественной войны. Корабли рождаются в муках. Это действительно так. Судно – сложное инженерное сооружение. И вот это выражение не зря оно среди корабелов, среди военно-морского флота. И вот этот первенец через определенное время превратится в могучего богатыря, который выйдет на просторы нашей Родины. Заказ от Министерства обороны судостроительный завод получил в апреле 2015-го. Почти за год здесь построили первый из пяти блоков – центральный и основополагающий. В нем разместят машинное отделение. Учитывая сложные экономические условия, надо признать, что это большой успех для нашей судоверхи. А учитывая традиционную безупречность, с которой завод работает над каждым заказом, я скажу, что это большой успех и для флота. Контракт с министерством на 3 миллиарда рублей подписан до 2020 года. Однако руководство завода намерено выполнить пятилетку за три года и спустить малое гидрографическое судно на воду в середине 2018-го. Служить Александр Рогоцкий будет в Приморье или Петропавловске-Камчатском. Обслуживание средств навигационного оборудования, доставка грузов на необорудованное побережье, это выполнение многолучевым эхолотом исследований, которые очень важны для Российской Федерации, так как перед Российской Федерацией есть международные обязательства по обновлению морских навигационных карт. Без исследования это невозможно. Этот заказ самый крупный из всех, что когда-либо выполнял судостроительный завод. Однако помимо него здесь ждут и другие. К примеру, для строительства газоперерабатывающего комплекса скоро понадобятся грузовые баржи. Многие суда строились именно в Китае. То есть это было дешевле. Сейчас экономическая ситуация и, как это ни парадоксально, рубль у нас несколько слабее. Но с другой стороны мы получаем экономические выгоды от того, что эти баржи теперь выгоднее здесь построить у нас на судостроительном заводе, нежели размещать заказы где-то в Китае. Кристина Добровольская, Михаил Ильичкин. Программа «Город». Подполье в качестве убежища выбрал постоялец наркопритона во время облавы. Однако доблестные полицейские смогли найти преступника и закрыть доморощенную фабрику наркотиков. По оперативной информации, 42-летний благовещенец несколько месяцев принимал у себя дома наркозависимых гостей и разрешал им готовить запрещенные вещества, которые они употребляли вместе. Во время обыска правоохранители обнаружили посуду, использованные шприцы, семена мака, а также бутылки с растворителем и уксусом. За организацию содержания притона собственнику дома грозит до 4 лет лишения свободы. Все задержанные, включая хозяина, обязаны выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, а также пройти курс лечения от наркомании. Ученицу 27-й школы покусала бродячая собака. Подобные случаи не редкость в отдаленных районах Благовещенском. Теперь вот четвероногие хозяйничают и в центре. Между тем администрация снова призывает предпринимателей и зоозащитников поучаствовать в аукционе на отлов и содержание бездомных животных. Из-за кустов выпрыгнули две собаки. Первая начала лаять, другая прыгала на меня два раза. Потом укусила меня. Вот здесь осталось. Следы от зубов бродячего животного до сих пор видны на куртке третиклассницы Ани. Одежда смягчила нападение и на теле остались только царапины. Теперь выходить из школы одна девочка побаивается. После уроков ждет маму. Я собак никогда не боялась. Даже у меня есть своя собака. Я ее очень люблю. Никогда даже простых уличных собак не боялась. Меня родители пока встречают. Как выяснилось, этот случай далеко не единственный. Собаки в районе 27-й школы уже давно досаждают и детям, и взрослым. Лично моего ребенка укусила собака буквально через дорогу здесь. Тут очень много собак. Прямо они сбиваются в стаи. И дети боятся идти в школу. У меня ребенок, он заканчивает школу, звонит, папа забирает. В школу увози. То есть он пешком уже здесь не ходит, боится. Кстати, родители, как и руководство школы, уверены, бездомными этих собак не назовешь. Они все обитают во дворах частного сектора и имеют хозяев. И у каждого собаки должен быть хозяин. И он есть. Но почему-то очень часто бесконтрольно гуляющие собаки могут нанести вред и детям, и прохожим. Хозяевам, которые не контролируют своих питомцев, не помешает знать. Отлов животных, свободно разгуливающих по городу, начнется сразу после оглашения результатов аукциона. Его в управлении ЖКХ объявят 1 марта. На то, чтобы убрать четвероногих с улиц, власти готовы потратить порядка 2 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Администрация призывает поучаствовать в аукционе всех желающих, в том числе и зоозащитников. Ксения Богданова, Андрей Белый, программа «Город». Мелина Авалян из Тынды стала лучшим юристом года среди любителей. А среди профессионалов первое место второй год подряд занимает Вячеслав Кованцев из Белогорска. Ему и еще девяти участникам, вышедшим в финал накануне, предстояло решить проблему, поставленную организаторами конкурса «Амурский юрист-2015». На то, чтобы составить план действий, участникам дали 5 минут. Организаторы признались, конкурсантам в этом испытании пришлось полагаться только на себя. В отличие от первого заочного тура. Трудности, как всегда, у нас имели место. Это было и списывание, это было и одинаковой работы. Невозможно было установить, кто у кого, либо оба из интернета. И при этом было пять обращений к членам жюри о несогласии с мнением членов жюри. Но после разъяснений все конкурсанты согласились с профессионалами и, в общем-то, больше проблем у нас не возникало. По итогам конкурса победители получили сертификаты на покупку бытовой техники стоимостью от 5 до 30 тысяч рублей. А еще их фамилии внесут в специальную базу данных. Ее организаторы конкурса готовят для потенциальных работодателей. В преддверии мужественного праздника самый сильный ВУЗ Благовещенск отметил свой 76-й день рождения. Поздравить с годовщиной и также с днем защитника Отечества курсантов, руководства и выпускников прославленного ДВОКУ приехали руководители города и области. Ежегодно из стен прославленного училища выпускаются мужественные офицеры, которые самоотверженно защищают родину. Некоторыми учениками ВУЗ гордится особо. Это настоящие герои. 27 выпускников ДВОКУ достойны награды Героя Советского Союза, а 8 – Героя России. В конце 2015 года правительство области обратилось к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой поощрить училище за высокие достижения в подготовке кадров высокой государственной наградой – орденом Жукова либо орденом Кутузова. Как отметил Александр Козлов, Минобороны заверило, что учтет заслуги ДВОКУ в укреплении обороноспособности государства, и училище наверняка станет орденоносным. Здесь не только учат армейскому ремеслу, а воспитывают настоящих, надежных защитников Отечества, которые умеют беречь честь мундира, хранить верность присяге. Впускники ДВОКУ, как и прежде, становятся отличными командирами, достойно служат Родине и навсегда сохраняют в своей душе верность традициям военной школы. О том, что 23 февраля нужно непременно поздравить пап и дедушек, знают даже самые маленькие благовещенцы. В 28-м детском саду, например, к торжеству готовились заранее, мастерили подарки. На чьи предпочтения при этом опирались, узнаете из сюжета. Мы любим папу, потому что он умный, добрый, веселый. У меня папа очень любит песни, и песня будет самым лучшим подарком. Папа может, папа может, все что угодно, плавать пасы, спорить пасы, навару бежи. Папа может, папа может, сын, кем угодно, только мамой, только мамой не может быть. Только мамой, только мамой, не может ищет. Папа у меня работает МЧСником и пожарником. У папы красивая форма синего цвета со звездами. И поэтому я делаю у папе открытку с красной звездой и посередине желтой. Папа спасает людей в важной ситуации. Могут случиться пожар на главной улице, потому что мой папа тоже пожарный. Я хочу быть как папа пожарным. В День защитника Отечества подарить своему мужчине погоны предлагает благовещенская мастерица Ольга Емчикова. Это будет стопроцентное попадание, даже если он далек от военной службы. К тому же потом можно будет всей семьей съесть подарок. Что нужно для изготовления нестандартного презента? Смотрите сами. Сегодня мы подготовим подарок 23 февраля мужчинам. На данный момент это у нас погоны, сладкие подарки. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это правило мастерица Ольга усвоила давно, поэтому творит из сладостей. В данном случае, правда, интересно не столько содержание, сколько форма. Конфеты для погон обязательно должны быть прямоугольными. А еще понадобится обычный картон и красивая оберточная бумага, в которую завернем конфеты и основу. Также на горячий клей мы фиксируем ленты, которые нам необходимо прикрепить, и звезды. Кстати, звездочки самые настоящие. Продаются в военном магазине. Так что от оригинала изделия отличаются разве что по вкусу. Затраты на один сладкий погон не больше 250 рублей и 10 минут времени. Если же по вашим меркам это слишком скромно, мастерица пустит в ход тяжелую артиллерию. Это мой самый любимый заказ. Трудоемкий достаточно процесс. Здесь ушло около полутора килограмм конфет. Стоимость такого подарка переваливает за тысячу. На что особенно радует, конфеты можно съесть, не испортив конструкцию. Сейчас мастерица вся в работе. До 23 февраля осталось всего ничего. Конечно, это больше заказы идут к праздникам. Сейчас такой период праздничный, люди стараются удивить друг друга. Поэтому есть заказы, есть работа. В основном это, конечно, увлечение для себя, но которое приносит определенный доход. Впрочем, фантазия Ольги военной тематикой не ограничивается. Изготовить может любой предмет, который представляет интерес для виновника торжества. Принимает идеи и от клиентов. Они же могут самостоятельно выбрать сорт конфет для подарка. Ксения Богданова, Михаил Величкин, программа «Город». Кубок по пауэрлифтингу, ролевой турнир, выставка кошек и прочее. Отдыхать по случаю праздника будем целых три дня, а значит успеем везде. В субботу в 9 утра становую тягу и жим лежа продемонстрируют участники кубка по пауэрлифтингу в островах. Часом позже в спорткомплексе «Амгу» ждут любителей самбо. Боевое мастерство продемонстрируют как юноши, так и девушки. В 6 вечера пройдут сразу два спектакля. Адрес для писем тот же в городском доме культуры. И билет в один конец в театре драмы. В воскресенье утром в ГДК стартует двухдневный ролевой фестиваль. Участников ждут реконструкция бала, рыцарские турниры и другое. Обнять собаку горожане смогут в час дня на площади ОКЦ. Вырученные в ходе акции средства пойдут на лечение четырехлетнего Романа Петрухина. Часом позже в Кровическом музее пройдет квест «А ну-ка, парни!». В 10 утра понедельника любители семейства кошачьих ждут на выставке «Кот в сапогах». А тем, кому по духу ближе спорт, стоит посетить соревнования по джип-спринту на Чагиринском водохранилище. Во вторник в 10 утра на площади Победы состоится возложение цветов. А в 2 часа дня ребятню ждут в Кровическом музее на мастер-классе «Подарок для папы». В 6 вечера театр драмы представит комедию «Последний пылковлюбленный». И на сегодня у меня все. Напоминаю, наши новости всегда в доступе на сайте tv-город.рф. Звоните к нам в редакцию по телефону 52-4202. Приятного вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова